Меня несколько раз спросили и решил раскрыть эту небольшую тему, потому что некоторые, читая подсрочные переводы хадиса достоверного в интернете, делают поспешные выводы, не зная других хадисов по данной теме. Вопрос – можно ли пить воду стоя? Ответ – да, с точки зрения сунны Пророка Мухаммада можно пить стоя, но предпочтение – сидя. На этот счет есть несколько достоверных хадисов. Во-первых, то, что вы периодически встречали в интернете. . В своде хадисов Мама Муслима приводится достоверный хадис, слова Пророка Мухаммада, где четко и ясно сказано – пусть никто из вас не пьет воду стоя. Если забыл, то пусть вызовет рвоту. Также есть хадис – посланник Божий запрещал пить стоя, вообще пить стоя. Когда у него сподвижники уточнили – что касается есть стоя, то что? Он ответил – далека шарру ал-ахбад – это еще хуже. Теперь, да, хадисы достоверны, но ученые, проводя параллели с другими также достоверными хадисами и действиями самого Пророка, а также его сподвижников, ученые сказали, что запрет упомянутый относительно пить воду стоя, он несет не категоричный запрет, а именно смысл этих хадисов – лишь нежелательность, причем легкая нежелательность макро-танзиха. Также в сводах хадисов своих имам Ан-Несаи, имам Ат-Тирмизи, они назвали тему даже, что это нежелательно, и поставили туда хадисы, вроде как несущие смысл запрета. Почему не запрещено, а лишь нежелательно? Тем более, что вроде как в хадисе звучит интонация запрета. Почему нежелательно? Потому что есть однозначные, достоверные хадисы, в том числе, когда имам Али, известнейший сподвижник, публично при других людях выпил воду стоя и сказал при этом, причем это достоверный хадис, очень достоверный, приведен в своде хадис имама Аль-Бухари, он сам выпил воду стоя и сказал. . Я видел посланника Божьего, он сделал точно так же, как я сейчас сделал, то есть пил в квадратных раскопках иногда, порой, в зависимости от обстоятельств, пил воду стоя. Также, от известного сподвижника, тоже достоверный хадис Хасану Сухих от Ибн Умара, о том, что мы находились в движении, и при этом ели. То есть, не останавливались для трапезы, а прямо находясь в движении, опять же, в квадратных скопках, порой, в зависимости от обстоятельств. И далее говорит, мы пили, при этом стоя, то есть, мы стояли, мы стояли при этом. И также, достоверный хадис, о том, что один из подвижников передает, я видел, как посланник Божий пил, здесь неважно какой напиток, вообще пил, как стоя, так и сидя. С учетом этих достоверных хадисов, описывающих в том числе действия самого пророка Мухаммада, ученые сказали, богословы, о том, что те, в самом начале процитированные мною хадисы, они несут не запрет пить стоя, а лишь нежелательность . При любой, даже незначительной необходимости, эта нежелательность аннулируется. То есть, если человек вынужден по обстоятельствам выпить воду стоя, или съесть что-то на ходу стоя, он может это сделать, ничего запретного, греховного он при этом не совершает. Но приоритет – пить сидя, есть сидя. Велхамду лиллахи рамбил аламинь. Субтитры создавал DimaTorzok